Никсоновский шок или шок Никсона – серия экономических реформ, осуществленных президентом США Ричардом Никсоном в 1971 году. Самой значительной из которых стала односторонняя отказ США от привязки курса доллара к золоту, приведшей к фактической остановке работы Бреттон-Вудской системы. Поскольку реформы были проведены без согласия членов системы, они получили название «Никсоновского шока». К 1973 году Бреттон-Вудская система де-факто была заменена на систему цеплавающим валютным курсом. В 1978 году на Ямайской конференции Международного валютного фонда было зафиксировано окончательное изменение мировой валютной системы. Предыстория. В 1944 году представителями 44 стран было достигнуто Международное соглашение о золотодолларовом стандарте, получившем название «Бреттон-Вудская система». США обязались конвертировать доллары в золото по фиксированной ставке в 35 долларов за тройскую унцию. Конвертировать доллары в золото могли только правительство и Центральные банки других стран. Указом номер 6102 физическим и юридическим лицам в США было запрещено хранить и торговать золотом в слитках с 1933 по 1975 годы. Страны-участники использовали доллары как резервную валюту, удерживали стабильным обменный курс национальной валюты к доллару США и осуществляли международные платежи в долларах. Поначалу «Бреттон-Вудская система» работала исправно, экономика США стала ориентироваться на экспорт в страны, пострадавшие в ходе Второй мировой войны, и высокий спрос на американскую продукцию обуславливал высокий спрос на доллары. При этом в распоряжении США находилось 574 миллиона унций золота, больше половины мирового золотого запаса на момент окончания Второй мировой войны. И способность страны соблюдать принципы Бреттон-Вудской системы не подвергалась сомнению. К середине 1960-х восстановление Японии и стран Западной Европы в значительной мере состоялось, а доля США в мировом производстве упала с 35% до 27% из-за развития европейских и азиатских внутренних рынков снизился спрос на доллары. Усугубленная переизбытком данной денежной единицы в системе в результате расходов США на войну во Вьетнаме, финансовую помощь различным странам и внутренняя программа в рамках проекта «Великое общество», растущий дефицит торгового баланса США привел к тому, что количество долларов за рубежом при конвертации по официальному курсу превысило запасы золота внутри США. К 1966 году на хранение у иностранных центральных банков находилось 14 миллиардов долларов, в то время как золотой запас США оценивался в 13,2 миллиарда, из которых лишь 3,2 миллиарда покрывали внешние валютные обязательства. Остальное золото обеспечивало доллары внутри США. Таким образом, США не смогли бы выполнить свои обязательства по конвертации долларов в золото по фиксированной цене даже на четверть от общего объема иностранных запасов доллара. Попытки США и МВФ уменьшить дефицит торгового баланса путем ограничения оттока долларов за границу. Склонение партнеров к завышению курсов их валюты и введение не связанного с долларом или золотом платежного средства, предпринятые еще в периоды правления Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, имели крайне ограниченный успех. В 1960-х годах в США замедлился экономический рост. В январе 1970 года инфляция достигла 6,2%, худший показатель за 18 лет, а в декабре того же года безработица выросла до 6,2% высшего показателя за 8 лет. Недовольство других членов бретон-вудской системы постоянно росло, так как из-за жесткого курса валюты они были вынуждены постоянно увеличивать денежную массу в своих странах в связи с инфляцией в США. Министр финансов Франции Валерий Жескард Дестин открыто называл систему «чрезмерной привилегией американцев», и уже в середине 1960-х страны начали конвертировать доллары в золото. В начале 1971 года ФРГ обменяла на золото 5 миллиардов долларов и вышла из бретон-вудской системы, а Франция за предыдущие несколько лет сумела накопить золотовалютные запасы на сумму в 500 миллионов долларов. 5 августа 1971 года Конгресс США опубликовал отчет с рекомендацией девальвировать доллар в попытке спасти доллар от иностранных спекулянтов. 9 августа из бретон-вудской системы вышла Швейцария. Реформа Никсона. 13 августа 1971 года президент США Ричард Никсон провел в Кэмп-Дэвиде секретное совещание, на котором присутствовали 15 его советников. Среди них были директор административно-бюджетного управления Джордж Шульц, министр финансов Джон Коннелли, его заместитель Пол Волкер и глава ФРС США Артур Бернесс. Коннелли и Шульц настаивали на отказе от привязки курса доллара к золоту и увеличению денежной массы посредством печати долларов. Бернесс возражал против такого пути и рекомендовал девальвировать доллар, подняв цену на золото выше 35 долларов за онцию, но, под сильным давлением Никсона, фактически согласился на предложение Коннелли. Никсон стремился заручиться поддержкой Бернесса, так как глава ФРС пользовался высоким доверием населения страны. Волкер же считал, что меры по спасению доллара, предложенные Бернсом, могут носить временный характер и возврат к Бреттон-Вудской системе возможен, пусть с более гибким механизмом для изменения котировок. План, предложенный Коннелли, включал следующие пункты. Замораживание цены и зарплат на 90 дней для борьбы с инфляцией в стране. 10% тариф на импортируемые товары с целью заставить другие страны пересмотреть курсы валют, от чего многие участники Бреттон-Вудской системы ранее отказались. Небольшие сокращения финансовой помощи иностранным государствам. Выход США из Бреттон-Вудской системы, который Коннелли преподнес не как отказ Америки от поддержания золотого стандарта, а как взятие Америки ситуации под контроль. Через два дня Никсон объявил о реформах по национальному телевидению, сказав, что новый экономический план направлен на улучшение торгового баланса страны, замедление инфляции и снижение уровня безработицы и последствий реформ. Сразу после воскресного телеобращения Никсона реформы были восприняты позитивно населением США, считавшим, что правительство страны спасло его от иностранных спекулянтов и вызванного ими валютного кризиса. Индекс Доу Джонса вырос в понедельник, 16 августа, на 33 пункта максимальный рост за день за всю историю на тот момент, а газета The New York Times восхищалась решительными действиями Никсона. За границей же односторонние действия США были восприняты резко отрицательно, так как Никсон без какого-либо предупреждения лишил другие страны возможности конвертировать находившиеся у них доллары в золото, тогда как ценность доллара оказалась под большим вопросом. После нескольких месяцев переговоров страны, группы 10 установили новые котировки, основанные на обесценившемся долларе и закрепленной с Меценианским соглашением в декабре 1971 года. Соглашение, также предусматривавшее снятие 10% тарифа на импорт, Никсона характеризовал как самое значимое денежное соглашение в истории мира, однако оговоренные котировки продержались лишь до февраля 1973 года. Спекулятивное рыночное давление привело к дальнейшему обесцениванию доллара, вынудив страны пересмотреть котировки в очередной раз. В марте 1973 года шесть европейских стран-членов группы 10 согласились установить плавающий относительно доллары курс для своей валюты, фактически подтвердив отказ от Бреттон-Вудской системы. Однако официальный отказ не был зафиксирован до 1978 года, когда вступила в действие ямайская валютная система. В долгосрочной перспективе шок Никсона привел к астагфляции в США, снизил покупательскую способность доллара и усугубил американскую рецессию 1970-х годов. Отказ от связи между главной резервной валютой мира и золотом обеспечит для США переход к выпуску фиатных денег.